Фильмы 96-го года зарубежные. Ну, расцвет постмодернизма, к которому можно отнести вот фильм 101 Далматинец. Огромные сборы в кинотеатрах, хотя, честно говоря, ничего я особенного тут не вижу. Значит, некая полусказочная история про геймдизайнера, всё это в Лондоне, то есть действующие лица всякие там творческие работники, показывают их работу довольно красиво. Это собачки, там, короче, одна собачка влюбилась в другую собачку, и их хозяева тоже влюбились друг в друга. Хозяева какие? Девушка-модельер, а главный герой этот, Роджер, он геймдизайнер, то есть они все такие дизайнеры всей себя. Фильм вообще очень стильный, такой красивый, видимо, поэтому забирал хорошие сборы, то есть представители искусства у нас тут герои. Им противостоит некая начальница Стервелла де Виль, Круэлла, она, кажется, там, в оригинальном автофильме. Ну, вот она такая эксцентричная, тоже вся такая стильная, хочет купить этих Далматинов, те отказываются ей продавать, и таким образом, вот, защищая этих, значит, собачек. Это Стервелла, она хочет купить собачек и шкуру из них сделать, короче, и одеть. Ну, вот, короче, защищая собачек, герои влюбляются друг в друга, и все такое. Напоминает, честно говоря, фильм этого года российский Чебурашка. То есть некая такая начальница злобная, да, хочет животных себе захватить, а герои защищают животных. Ну, по-моему, Чебурашку с этого 101-го Далматинца и содрали полностью. В общем, все так о любви к животным. Ну, Англия, там, эта вся тема популярна с животными. Я, честно говоря, ничего особенного в фильме-то и не увидел, будучи сибиряком. У меня отношение к животным прагматичное. Как раз вырос среди собак. И никакого, так сказать, собака, просто член семьи. Никакого особенного пиетета к ним не питает, так скажем. Ну, вот, ну, он довольно стильный. Может быть, я говорю, англичанам впечатлило, все это про собачек, да еще все красиво. Ну, все-таки вот эта визуальность, стиль все-таки тоже постмодернический. Какой, бы, чересчур вычурный, не функциональный. Зачем этот весь стиль, непонятно. Как-то вот так вот оденутся, что-нибудь там, блядь, елка из жопы торчит. И зачем торчит из жопы елка, совершенно непонятно. И куда она там, зачем воткнули. Ну, вот, примерно так я этот фильм воспринимаю. Фильм «Лесной царь», наоборот, минималистский такой. По визуальным эффектам даже практически черно-белый. Ну, там он цветной, но снято так, что вот, желтые пятна. Некий сирота, католический приют, 30-е годы, потом его обвинили в изнасиловании. Он любил детей, а дети его обвинили, что он детей изнасиловал. Отправили в армию, началась Вторая мировая война, Францию разгромили, он попал в лагерь для военнопленных и так далее. Снято кривой камерой, как будто естественная камера, то есть как-нибудь так криво, горизонт вечно завален, как будто документалка. Да еще и плохо снята. Ребенок там несчастный, намеренно некрасивый в этом приюте. И дальше все тоже, все некрасивые, короче. И все, все события происходят тоже некрасивые, жесткая стилистика. Ну вот, видимо, это постмодерн 90-х изображает так модерн 30-х, как некое такое серое время, жестокое. Хотя 30-е и вообще модерн такими не были. Начало века, наоборот, было яркое. Хоть там была война, но война тоже была яркая, стильная, и об этом много фильмов в самих 30-х и фильмов о том времени. Миссия невыполнима. Шпионский боевик с обычным, в общем-то, сюжетом. Даже нет смысла сюжет пересказывать. Главная роль Тома Круза. Вот с этого фильма Тома Круза стал популярен. Преимущественно положительно оценивали критики. Единственное, что критиковали, что слишком запутанный сюжет, не совсем понятен. Честно говоря, я смотрел, особенно даже и сюжет-то не воспринял. Потому что идут все время штампы этих шпионских фильмов, и особенно неохота и отслеживать, потому что все стандартно. Главный герой визуально походит на Джеймса Бонда. Ну, выглядит как обычный западный шпионский фильм без особенностей. Ну, возможно, поэтому и зашло, что отвечало ожиданиям аудитории, как должен шпионский фильм выглядеть. Побег из Лос-Анджелеса. Ну, вот это довольно нестандартное. Ну, с другой стороны, опять же, да, уже был жанр такой. Это постапокалипсис. То есть в Америке авторитарный режим. У них антиутопии довольно популярны в США. Они как бы позволяют оценить преимущество современного американского строя, потому что показывают, что если современный строй рухнет, то будут ужасы. Ну, и совместили эту антиутопию, популярную именно в 90-е, кстати. В Америке совместили ее с традиционным ковбойским фильмом, потому что авторитарному режиму противостоят ковбои. Нуарам, вестернам. То есть там такие брутальные ковбои борются с тоталитариями. В Америке пришел к власти некий фундаменталист, установил культ личности, и, соответственно, в Америке жестко пошли там все. Христианство там все, всех задавили. Такие жесткие правила во всех штатах жесткие. Ничего нарушать нельзя. Ну, в принципе, правильно тут прогнозируется, что если какой-то фашизм в штатах будет, то религиозный. Там единственные группировки, которые выступают, так сказать, за тоталитарное такое подчинение определенным правилам, это будут фундаменталисты американские. А Лос-Анджелес, к чему тут Лос-Анджелес стал? Лос-Анджелес в результате землетрясения стал островом. И на этот остров выбрасывают всех, кто не угоден этому религиозному режиму. И там получились возможные отморозки, банды. То есть в Лос-Анджелесе вообще Дикий Запад, весь Дикий Запад до пределов острова сжали. И там происходят постоянно всякие бои, и все совершенно не по правилам. Там совершенно никакого христианства. Ну и вот это и показано всевозможные погони, драки. Вот все, насыщен фильм прям насилием. В то время как на континенте, типа, все так это. Ходят все по струночке. Чем еще интересно, говорят те, кто знает Лос-Анджелес, сняли реально в городе, и там задействованы все ключевые точки города, которые показаны, как они будут выглядеть в этом будущем. То есть как бы вот знакомый Лос-Анджелес, все его достопримечательности, куда туристов водят, но все по-другому. Как-то так вот сняли, что вот это все в другом, в апокалиптическом мире происходит. Все в каком-то вот будущем таком ненормальном. Все заселено какими-то отморозками причем. И красиво сделали. Вот это отмечают. Поэтому было популярно. Но на самом деле это традиция. Там вот фильм был «Безумный Макс», я рассказывал. «Челюсти» и так далее. «Побег из Нью-Йорка», «Анархия». Анархисты, в принципе, противостоят фундаменталистам. Это обычный конфликт до Америки и показан, в общем-то, обычными средствами. Ну, поэтому тоже американцам зашло. Было популярно. Было множество фильмов, которые ссылались на этот побег из Лос-Анджелеса. В сериалах постоянно его поминают. То есть фильм «Среди молодежи», видимо, 90-х был популярен. И в компьютерных играх тоже. Особенно 90-х годов ссылаются все время на этот сериал. Ну, несмотря на то, что затравка-то интересная такая, антиутопическая. Про остров интересно. Потому что ни в каких американских антиутопиях нет такого, чтобы вся Америка сохранилась только на острове. Вот это интересный ход. Но, тем не менее, вот я тоже просмотрел буквально вчера. Все-таки выглядит как обычный постапокалипсис. Постапокалипсис американский. С драками, погонями на мотоциклах. Может быть, я уже избалован жанром. Я особенно не заметил. Может быть, если бы я был житель Лос-Анджелеса, мне бы понравилось, что это все в моем городе происходит. И там я бы смотрел, как город переделали. Говорят, что местные именно это смотрели. Ну, а так вот, места мне не знакомые, а какие-то повороты сюжета, картинки достаточно стандартные. Если посмотреть, там, что в 10 еще таких фильмов, все как обычно. У меня такое восприятие. Сегодня было буквально вот этой ночью смотрел, прошлой ночью. Первобытный страх. Острый сюжетный фильм про адвоката и в то же время про сумасшедшего. Они все 90-е любили про сумасшедших. Я уже много этих фильмов тут рассказал. Человек дождя и так далее. В данном случае некий сумасшедший подросток, которого раздвоение личности. Одна его личность убила архиепископа. Ну, тут тоже вот эта тема церкви и бунта против нее. Одна половина личности демоническая убила архиепископа, а другая, наоборот, так сказать, хорошая и даже не помнит, что делала другая половина. Его защищает некий такой достаточно циничный адвокат. Он постоянно рассуждает закон, что дышло там и все такое. Но, тем не менее, да, имеющий определенные ценности. И вот адвокат это самое доказывает, что подросток невменяемый, так как он сумасшедший. У него две личности, и поэтому надо на психу сдавать. И вот это все обсуждается. Под всякий этот криминальный сюжет с разными ужасами идет католическая музыка, которая задает определенный религиозный контекст. То, что интересно в этом фильме, что музыка тоже свою роль играет, и свои высказывания какие-то музыка явно делает. Помимо того, что там еще много персонажей, которые тоже что-то говорят. Ну и там еще замешан, оказывается, епископ там был замешан в каких-то махинациях. Компрометация церкви там, конечно, идет. Она в любом мейнстринном кино. Фактически, вот предыдущий фильм «Побег из Лос-Анджелеса» церковь является самым страшным героем. То есть церковь установила фашистский режим в Америке. То есть это прямо напрямую, что церковники фашисты. Причем протестантские, конечно, в Америке в основном протестантские. В первобытном страхе католический церковник тоже мерзавец. Как бы так получается, убили и правильно. Сумасшедший ребенок его убил, да и хер с ним. Такой смысл. Но все это под такого циничного, мудрого адвоката идет. Все это его глазами, в его оценках и прочее. Такой фильм. Ну, мне, конечно, понравилось «Призраки Миссисипи», про активистов политических, к которым я тоже отношусь. «Призраки Миссисипи» — это левый фильм. Борьба с расизмом в США на стороне черных полностью. Значит, фабула там такая. В 1963 году убили борца за права негров Медгара Эверса. И все знали, что его убил расист Беквит. Он прямо на глазах семьи. Расист пришел и активиста убил, который выступал за права черных. Чтобы они выступали за права черных. Его два раза арестовывали, два раза на свободу выпускали. 25 лет прошло, и вот при этом вину не доказали. Хотя он прямо на глазах вот этой вдовы, он прямо на глазах убил ее мужа. И тем не менее доказать она не может. Вот это вот хитрожопое американское правосудие, о котором мы все говорим. Ну, можно хоть посмотреть на, блин, на YouTube, как он управляется YouTube американцами, где из-за всякой ерунды могут забанить каналы с тысячами этих клипов. Ну, вот примерно так же вот там и правосудие осуществляется. Я вот еще апелляцию напишу, блин, мне тут тоже за банди ходят. За какой-то ерунды. Ну вот, значит... Пропало там оружие, например, с которого застрелили. Вот, и все это опять же мы смотрим глазами юриста, который хочет все это дело довести до конца. Собственно, вот на картинке это вот этот мужественный юрист. Находится под давлением расистов, выполняет свой долг. Такой фильм. Ну, критика какая была? Критиковали на самом деле, что тут пассивные белые. Ой, черные, то есть, да. Как бы черных тут защищают, они выступают как жертвы. Вдова рассказывает там, как это все было страшно, что мужа убили. Но на самом деле тут белые против белых. То есть вот тут как бы прогрессивные белые против расиста. Он там все борется и, наконец, сажает его в тюрьму этого Беквита. По сути, там еще этот Беквит ему все время угрожает. То есть вот это там дуэль двух белых. Вот об этом говорили. Вроде как фильм о черных. Но мы видим, что борются все-таки белые, а черные пассивно. Вот, критиковала. Хвалили главного героя, что он такой прям воплощение долга. Хорошо сыграл. Ну, надо сказать, что там все-таки черные показаны активными, но в начале. Там примерно первые 10 минут фильма заряжают контекст. Там идут речи Мартина Лютера Кинга. Показана документалка, как в 60-е черные активно бороли за права. То есть черные там заряжены как активные, но потом показано, что именно черного активиста белый убил. И дальше получилось, что это уже дело белых. Видимо, тут так. Белым уже тогда нужно разобраться. Если среди белых вот такие ублюдки есть, то белые должны этот вопрос решать. Тут, видимо, такая логика. Ну, вот они решают. То есть, оказывается, что среди белых честные люди тоже есть. Он героический, несмотря на угрозы, его самого могут убить. Герой фильма, он борется с расизмом. И, судя по фильму, расистов еще в 90-е в США достаточно. Они откровенно там излагают свою идеологию. Ну, идеологический фильм. Там и черные излагают, и американские левые, которые за их право борются, тоже излагают свои взгляды. По полной фильм насыщен всякой идеологией, политикой. В этом плане мне нравится и отличается от обычного шаблонного американского фильма, где идеология обычно примитивная и сразу все объясняется. Если в американском фильме есть идеология, они в первые пять минут объясняют, и дальше это вопросы не касаются, а изображают всякие штампы. Ну, не во всяком американском фильме, просто в плохом. Да, вот это как раз хорошее, мне кажется. Значит, еще американский фильм «Феномен». Там Джон Траволта играет, который в «Криминальном чтиве» играл. Смысл какой? Обычный автомеханик после странной вспышки света в день рождения стал внезапно гением. И даже какие-то сверхспособности получил. И вот такая вот ситуация. Начинается довольно долго, все-таки заряжают долго Амеры, любой фильм. Очень долго заряжают какие-то фермеры, обсуждают какие-то колхозные дела, показывают, что он обычный человек. Можно это было за пять минут показать. Ну, долго очень показывают, потом, да, он становится каким-то необычным. Но образ, который Джон Траволта играет, сильно отличается от «Криминального чтива». Траволту, конечно, запомнили как этого пародийного гангстера из «Криминального чтива». Вот тут он совсем другой. Это показывает, что актер примерно в те же годы «Криминальное чтиво». Актер вообще широкого плана может и таких играть, и таких. Тут он хороший человек играет, он пытается, получил сверхспособности, пытается как-то их использовать на благо общества. Польский фильм «Аквариум» на самом деле по Резуну, по нашему, по Суворову. Интересные воспоминания Резуна, хорошо сняты поляками. Поляки понимают хорошо всю военную бюрократическую стилистику и над ней смеются. У поляков длительно была Российская империя со всем бюрократизмом. Потом был советский период, и у поляков хорошо это все заехало, про то, что это все идиоты какие-то. Играют их именно как идиотов. Но мы знаем Гашика, польская близко к этому. То есть восприятие... Государство было всегда чужим, и у чехов, и у поляков. Они воспринимали, что какие-то придурки тут пришли, и какие-то правила вводят ненужные, ни чехам, ни полякам. Ну, примерно в этом стиле и снято. То есть хорошая такая западно-славянская реакция на Суворова. Да и критика бюрократической системы мне, как анархисту, тоже приятно. Ну, понятно, что в разведке государство особенно бесчеловечно, и об этом и фильм. Поэтому рекомендую. К тому же все про Советский Союз. Глазами вот перебежчика, да, глазами Суворова. По-моему, фильм хороший, Суворов там прекрасен во всех отношениях. И, кстати, в 90-е этот аквариум все в России читали, и было очень интересно. Повлияло также и на наше мировоззрение. Повлияло также и наше мировоззрение. Продолжение следует. Продолжение следует...